Музыка Наконец-то весна! Первые солнечные деньки не только прогревают землю, но и поднимают настроение. Редко встречаешь человека, который не любит солнце и тепло. Однако начало оттепеля очень часто является причиной острых респираторных заболеваний и простуды. Весну мы встречаем с ослабленным иммунитетом, авитаминозом. В этом случае подхватить вирусную инфекцию достаточно легко. Как легко и заболеть, к примеру, чуть приохладившись или при общении с уже прослуженным человеком. Подумаешь, простуда, скажете вы. И будете неправы, потому что именно простудные заболевания могут явиться причиной серьезных осложнений на органы дыхания и слуха. Не спешите снимать шапки и шарфы, теплые пальто и куртки. Прислушайтесь к мнению специалиста. Многие люди не обращают внимания на этот простой насморк вроде бы и не закапывают капли, не промывание не делают. Стараются, думают, что пройдет само собой, на ногах переносит. И вот этот такой длительный затяжной насморк, он часто осложняется у нас гайморитами. Оттиты часто возникают, оттуда и ларингиты, осиплость голоса, кашель. Ну и нижние дыхательные пути начинают страдать. Это бронхопневмонии, пневмонии сами затяжные, которые дальше уже дают на другие системы, на другие органы осложнения. Поэтому в организме все взаимосвязано. Не обращать внимания даже на простое респираторное заболевание не стоит. Надо вовремя хотя бы начинать закапывать капли, промывание носа физиологическим раствором или нарзаном промывки делать. Но если уже человек сам не справляется, то всегда обращаться сразу же к врачу. Стараться вовремя не запускать вот эти осложнения. Потому что осложнение уже приводит к более серьезным лечениям. Более даже финансово уже более это будет ощутимо для больных. Поэтому внимание обращать надо на все, на всякие даже мелочи. Некоторые из нас к этим самым мелочам относят и назальные капли. В средствах массовой информации и на телевидении активно, особенно в сезон, рекламируют капли, которые мы используем при заложенности носа. Однако не все капли можно употреблять при затрудненном дыхании. К ним можно просто привыкнуть и надолго. Я хочу обратить внимание, чтобы надо, не надо, кому может быть вообще не показано. Очень много людей, молодых людей особенно, сидят вот на каплях. Уже привыкли, как привычка, и они уже от этой привычки не могут. И нос вроде бы дышит, но это уже как зависимость стало. Поэтому лучше всегда посоветоваться. Если больше пяти дней, нос три-пять дней, уже нос не дышит, и одни капли уже не помогают. Всегда лучше проконсультироваться с лор-врачом, со специалистом. Потому что это уже говорит о том, что есть какие-то изменения слизистые. Долго если пользоваться вот этими сосудосуживающими каплями, они вызывают повышение артериального давления. Они вызывают тахикардию, учащенное сердцебиение. За счет подскока давления могут быть и кровоизлияния в голову. Передозировка препаратов, само название сосудосуживающие. Ими можно пользоваться три-пять дней, максимум семь дней. Но больше уже, даже если мы меняем, особо эффекта не дает. Поэтому всегда обращаться к специалисту самому, закапываться им постоянно. Есть люди такие, что и по 10 лет закапываются. Они считаете, что даже пьют их каждый день, по несколько флаконов в день используют. Вот это очень сильное... Хочу обратить внимание, чтобы всегда советовали за врачом. Потому что такая передозировка приводит к другим последствиям. Это уже очень серьезные изменения. И даже психика человека появляется раздражительность, агрессивность, смены поведения. Потому что препарат, он сильно действует на голову. Он сужает сосуды, спазм дает. И, естественно, кислорода не хватает в организме. И организм, он как бы становится даже не под контролем себе. Поэтому препараты они и лечат, и в то же время их надо для этого и меры предоставить. Всегда читайте инструкции при лекарстве. Что сколько дней можно, как можно. И побочные эффекты надо всегда читать. Если насморк запустить, долго не обращаться к лор-врачу, то могут возникнуть серьезные осложнения, связанные со слухом. Частые причины возникновения глухоты – это воспалительные процессы внутри уха. Человек может перестать слышать после отита, перешедшего в хроническую стадию. Кроме того, глухота и тугоухость – это распространенные осложнения таких заболеваний, как менингит, скарлатина, грипп, корь и свинка. Еще одной причиной затрудненного слуха может стать серная пробка. Ухо – это очень серьезно. Тем более самолечением здесь заниматься ни в коем случае нельзя. Потеря слуха, потом уже и время теряется, и бывает, что восстановить иногда невозможно. Само образование серной пробки – это не является патологией. Это в организме излишек серы. Избыток серы выделяется. У кого-то оно у нас в норме, само ухо самоопорожняется. Оно очищается, и незаметно, когда мы разговариваем, мышцы, лицевые мышцы, все, когда мы двигаемся, точно так же в ухе идет самоочищение. Оно незаметно для нас, серо выходит. Но у кого-то, когда избыток, оно начинает скапливаться, накапливается, и образуются серные массы. Иногда превращаются серные пробки. Опять-таки, самому, конечно, лазить туда. Есть сейчас фитосвечи, сами начинают капать, промывки делать. Ни в коем разе, никаких ушных палочек. Особенно у нас очень часто сами пытаются вытащить вот эти пробки, и происходит перфорация барабанной перепонки, лопается барабанная перепонка. Сама пробка, она затвердевает, окаменелая прямо становится она. И когда ее толкаешь еще палочкой, она идет не вперед, а наоборот, мы заталкиваем ее. А пробка, барабанная перепонка сама тоненькая, как пергаментная бумага. Поэтому она лопается от этой. Ни в коем разе самому не лазить туда. Если есть повышенное серообразование, лучше раскапать перекись водорода. Вот это будет всегда кстати. Перекись водорода ее размягчает. И прийти к лор-врачу на промывку. Лучше прийти показаться, лишний раз промыться, убедиться, что там ничего нет, или если там есть, то промоют. Но самому, самолечением и самопромыванием не заниматься. Это избыток серы. Небольшой избыток бывает. Он бывает не на всю жизнь. Бывает определенное время, а потом может и пройти. Просто он, если его запускать, тоже много скопилось, и вот он немножко ухудшает слух. Бывает даже довольно-таки, но его надо всегда убирать. Потому что он, если долго, длительно находится, это образование воспаления может быть. Грибок может образоваться в ухе при длительном его нахождении. Лучше лишний. Но уже люди, которые знают, что у них повышенное серооделение, они уже регулярно ходят к лор-врачу, промываются, чистят уши. Не всегда проблемы со слухом могут быть вызваны заболеванием органов лор-системы. Причиной тому могут быть нарушения и в сосудистой системе. В этом случае специалист направит вас на обследование у терапевта или невролога. Другой диагноз, который выявляется практически у каждого третьего пациента лор-отделения, искривленная перегородка носа. Каждый третий больной у нас с этой искривленной перегородкой. Практически каждый мужчина, наверное, с искривленной перегородкой. Это потому, что они с детства, мальчики бывают такие подвижные, игры, спорт, тренировки у них. Но и в то же время и женщины не отстают. У нас то же самое, практически 50 на 50 идут параллельно с ним женщины. Искривленная перегородка бывает, как вам сказать, она может быть и не беспокоить человека. Но с годами, со временем, когда у нас уже меняется прикус, когда у нас уже бывает лицевой скелет меняется, внебная занавеска опускается, особенно часто в возрасте людей, когда уже не свои зубы, прикус изменился. Вот эта искривленная перегородка начинает тогда более быть ощутимее. Тогда у человека начинается храп, затрудненное дыхание, лежать на спине бывает тяжеловато. Вот тогда она бывает более ощутимая. И тогда пожилые люди приходят, взрослые люди говорят, у меня никогда не было проблем с этим, почему у меня сейчас это. Но приходится объяснять, что есть возрастные изменения, более подтянуты были мышцы, связки. Тогда на перегородках как бы обходились, мы дышали своей помощью. Но со временем оно начало давать о себе знать. У молодых людей это часто происходит на фоне такой травмы, механической травмы, падают, ударяются, переломы часто случаются. Но тогда, конечно, это тоже, опять-таки, приводит к нарушению дыхательной функции. Кислородное голодание начинается, нехватка кислорода. Оттуда часто бронхолебочные заболевания, аллергия присоединяется к такому носу, потому что такой нос, он чувствителен к холоду, к пыли, аллергизация часто, потому что иммунитет слабеет, и мы начинаем действовать, чихать на всякие пыльцу, на сезонные вот эти аллергические проявления, у нас амброзия даже-то. И вот такой нос более подвержен к аллергической реакции. Конечно, качество жизни снижается, человек начинает, опять-таки, прибегает к каплям, ему легче всего, чем сходить к аллергологу, там или к специально к лор-врачу, начинает сам закапываться. Это еще ухудшает это состояние. Естественно, он уже в таком состоянии, замученном, приходит к нам, тогда уже начинаем его обследовать, сделаем снимки, обследуем, если необходима, консультация аллерголога, аллерголог обследует. Но тут идет уже плановое оперативное лечение, по жизненным показаниям смотрим, насколько настолько, потому что это уже затрагивает и сердце, и давление, учащается сердцебиение у этих людей, потому что кислородное голодание хроническое, оно вызывает и снижение даже гемоглобина, именно иммунитет падает. Это очень часто встречаемая жалоба, которую к нам приходят больные с этой искривленной перегородкой. Они просто сами не могут и выявить причину, почему у них не могут полной грудью вдохнуть. Вот это даже такие случаи, у кого нехватка кислорода, они плохо дышат. Им часто снятся и кошмары. С утра наше настроение зависит от того, как мы ночью спали. Наши отеки под глазами, наше настроение с утра, все зависит от того, как мы ночью спали, как мы дышали. Поэтому если мы полноценно дышим, нормальная увлажненная квартира, допустим, проветриваем помещение, нос хорошо дышит, то хорошо отдыхает мозг. Мы отдохнувшись с утра бодрые встаем. Но если он не находит ночью место себе, где бы ему как бы лечь, чтобы нос задышал, естественно, какой может быть спокойный сон. И кошмары, и ночью пробуждение, и к утру он весь разбитый, никакой. Так что всегда обращаться к лор-врачу, спрашивать, интересоваться, что, какие методы лечить. Потому что сейчас очень много методов лечения, очень разных методов, даже операции. Поэтому лучше лишний раз поинтересоваться с лор-врачом, проконсультироваться, как и что, где это сделать. Какая-то альтернатива оперативной? Есть, конечно. Не всегда мы направляем, у кого искривленная перегородка. Есть у нас, опять-таки, физиопроцедуры. Мы делаем специальные промывки, очищаем тампоны с лекарством, питаем слизистую, потому что она с годами, со временем атрофируется. Иногда даже немножко подтолкнуть человека, помочь ему правильно дышать, даже гимнастику дыхательную. И тогда он уже без нас справляется и даже обходится без операции. Не все подряд, конечно, мы делаем, но многие даже обходятся. Вот даже пожилые люди, которым уже по возрасту не показано, уже и не сделаешь, то приходится, конечно, придерживаться вот таких правил, физиопроцедур, промывания. Методов много разных. У каждого вроде бы это искривление, но в то же время у каждого оно свое. Под каждого надо что-то подбирать индивидуально. Организм у каждого разный. Одно лекарство могут каждый по-разному воспринимать, поэтому каждому, конечно, нужен индивидуальный подход. Часто врачи вместе с медикаментозным лечением рекомендуют и физиопроцедуры. Многие пациенты всерьез такие назначения не принимают и игнорируют их. А делать это категорически нельзя. Физиолечение тоже один из методов в комплексном лечении, особенно в нашей лор-заболевании. Без физиолечения многие заболевания даже... Он хорошо помогает для рассасывания, для снижения отеков, для снятия воспаления, особенно хорошим бактерицидным действием некоторые процедуры физио, особенно при длительном бактерионосительстве, стафилококковой инфекции. Банальный наш тубус-кварц, даже физио, он помогает для уничтожения бактериальной микрофлоры. Часто у нас высеваются золотистый стафилококк, стриптококки разных видов, кандида. Вот этот тубус-кварц очень многим нашим пациентам помогает. Тубус-кварц мы назначаем и в нос, и в горло. Это уже с каких пор применяемая процедура, его еще никто не отменял, очень эффективный. Помимо этого, есть у нас очень много хроников, аллергиков, которым помогает физиопроцедура. Это электрофорез в нос с лекарствами, которые снимают отек, аллергическое состояние, снимают хронические гаймориты. У нас в городской поликлинике, в физиоотделении практически всем оснащено. И фонофорез, и лазерное лечение, и физиопроцедуры на гортань, на трахею, все методы ингаляции, все эти процедуры у нас, поэтому больной, у нас получает в полном объеме. И комплексное лечение, и промывки здесь делаются. Потом первый период у нас острый процесс снимается, потом направляют в физиоотделение, на долечивание. Поэтому у нас... Нет, никогда. Стараются всегда, потому что это подключать. Тем более сейчас более современные аппараты, более улучшенные. Поэтому очень многие такие хронические заболевания, кисты даже рассасываются при процедурах, вот таких физиопроцедурах. Есть эффективность и большая даже помощь нам. Потому что не только медикаментозно, но и физиопроцедуры нужны. Подведем итоги. Весна – это здорово. Но встречать ее надо здоровыми. А поэтому побольше витаминов, поменьше сквозняков. И главное, если уже все-таки простудились, не запускайте простуду и вовремя обращайтесь к врачу. Будем здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok